Синяя птица Беларуси Сизоворонка – одна из самых красивых птиц нашей страны. Ее оперение выдает ее тропическое происхождение. Она практически вся синяя, на солнце отражая яркий свет. Выглядит очень-очень красиво. Это ландшафтный заказник местного значения Чериковске. Дорога, которая ведет в зону отселения. Старый лес после поворота в деревню Гронов – особо охраняемая территория. Место обитания интересной птицы – Сизоворонки. В наших местах, как говорят старожилы, еще в 70-80-х годах их насчитывалось до 200 пар. Сейчас популяция этой птицы резко уменьшилась как у нас в районе, так и в целом по Республике Беларусь. Чериковская инспекция природных ресурсов и охрана окружающей среды вместе с орнитологами из Национальной академии наук работают над тем, чтобы сохранить Сизоворонку для Беларуси. Это прежде всего означает сохранить место ее обитания здесь, возле Гронова. Это должен быть старый лес, потому что Сизоворонка селится в дуплах дроздов. Плюс недалеко пойма реки, а здесь как раз сож, потому что Сизоворонке нужен корм насекомое. В общем, оптимальное место обитания. Это птица размером с галку или с голубя. Вот если Сизый голубь, взять голубя и при этом окрасить его в яркие-яркие цвета, вот это и будет Сизоворонка. Конечно, я видел ее. Конечно, я много лет работаю с этим видом птиц. Мы обследуем дупла, мы кольцуем птенцов цветными кольцами, потому что мы хотим определить возможные пути миграции. Есть хорошая новость. На Чериковщине Сизоворонка расселяется. Ее в этом сезоне видели и фотографировали не только в Гронове, но и в районе деревень Богдановка и Мирогорщ. И вот она, линия электропередач через дорогу проходит. Вот она сидит. Какая симпатичная. Она не только для Беларуси, она для Европы очень редкая птица. И вот когда вы ее воочию так видите, видите, как она носит корпус своим птицам, ну это завораживающее зрелище. Ну смотрел бы и смотрел. Очень красивая птица. Даже вот тут такой неестественной красоты для наших мест. И мне аж гордость берет, что вот она реально у нас есть. Сизоворонка уже улетела в теплые края. Зимует она за экватором в Африке, где-то в Зимбабве. Путь ее не близкий и опасный. На Ближнем Востоке, к сожалению, безжалостные охотники стреляют таких птиц десятками. У нас сизоворонка в Красной книге. В Белоруссии ее дом. Ведь здесь она выводит птенцов. Но прилетит ли сизоворонка весной? Страх, что не вернется, конечно, есть. И этот страх весьма обоснован, потому что есть ряд мест, где еще лет восемь назад сизоворонка была. Она успешно выводила птенцов, улетала на зимовку и потом весной не возвращалась. Вот Гронова – это одно из последних мест, где у нас успешно выводятся птенцы. И в этом году у нас однозначно есть две успешные пары. Возможно, их есть чуть больше. Нам не так просто их найти, выявить. Поэтому мы, в принципе, призываем всех любителей природы. Если увидели где-то сизоворонку, пожалуйста, сообщайте нам. Улетают птицы, пустеют поля, желтеют листья. Так что интонация этих дней уже осенняя. Даже в последние летние дни уже чувствовалось дыхание осени. И хотя, как говорят, с первым осенним холодком жизнь начинается сначала, еще есть время полюбоваться на Черковщине, величественной рекой Сож, нетронутой цивилизацией Гроновской Креницы, тущими и солнцем. Помечтать о весенней встрече с синей птицей Беларуси. А пока здравствуй осень! Субтитры создавал DimaTorzok